Политика есть высшая форма управления экономикой. То есть, когда что-то заявляет политик такого высокого уровня, как Владимир Путин, то ищи там экономические подоплеки. И мы сегодня разберем с вами интервью Владимира Путина Такера Карлсону не в позиции того, что разбирали на других каналах политические заявления «Война между Россией и Украиной», а мы разберем самое интересное, что нужно нашему каналу, а что будет с долларом, и что самое главное, что ждет наше накопление в этой валюте. Потому что всех волнует до сих пор доллар в Российской Федерации, достаточно посмотреть на то, что разворачивалось в 2023 году, и всех волнует в 2024 году. Простой вопрос, а что нам делать с долларом? И здесь мы видим вот такое яркое заявление Владимира Путина. Как вы считаете, исчезнет ли доллар как резервная валюта? Каким образом санкции изменили место доллара в мире? Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов – использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Доллар – это основа основ могущества США. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Сколько они напечатают долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная, сколько там, по-моему, 3%, примерно, 3-4, что ли. Приемлемо для США абсолютно. А печатают-то бесконечно. Это, конечно, о чем говорит долг 33 триллиона. Это же эмиссия. Тем не менее, это главное оружие сохранения могущества США в мире. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу. Я не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость. Что же он говорит? Он говорит о том, что Соединенные Штаты Америки совершили большую ошибку в том, что, вводя санкции и подталкивая нас в расчетах внутри странных БРИКС, исключая такую валюту, как доллар, они подталкивают мир к тому, что мир слезает с долларовой иглы. Но на самом деле так ли это? И я хочу заметить второй кусочек из интервью Владимира Путина. Слушаем вот этот момент. У нас 200 миллиардов долларов. Мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Синь Цзиньпинем, что в прошлом году мы, в этом году даже должны были достичь 200 миллиардов долларов оборота торгового с Китаем. И мы превысили эту планку. По нашим данным это уже 230 миллиардов. По китайской статистике 240 миллиардов долларов, если в долларах все считать. Обратите внимание, чтобы объяснить оборот между Китаем и Россией, Такеру Карлсону, чтобы он был понятен размер оборота, Владимир Путин все равно использует долларовую оценку. Вот об этом мы как раз и поговорим. Почему не так просто будет миру отказаться от доллара? Вот вся подоплека именно не в противоречиях. Это не оговорка Владимира Путина. Я не ищу ничего такого, чтобы привязаться к нашему президенту. Это просто данность. В долларах, как в системе измерения, измеряется до сих пор все. И чтобы Владимиру Владимировичу объяснить Такеру Карлсон, какой оборот между Россией и Китаем, как он растет, или какой оборот между Китаем и Европой, и как он растет в экономическом отношении, Владимиру Путину пришлось как системную единицу все равно использовать доллар. Потому что если бы Владимир Путин постарался бы дать оценку товара оборота между Китаем и Россией и объяснить это Такеру Карлсона в юанях, тот бы ничего не понял. И не поняли бы американцы, не поняли бы европейцы. Поэтому, когда делается интервью, нацеленное на широкую целевую аудиторию, чтобы ей стало понятно, мы все равно вынуждены, как системную единицу в расчетах и в показателях, использовать доллар. Так вот, давайте разберемся, а как миру придется сползать с этого всего. Потому что флипчар здесь не просто так. Я сейчас объясню, почему здесь нужен флипчар. В 2023 году Высоцкий Эстейт отметила 20 лет. Мы единственная сеть в России, у которой есть онлайн-платформа обучения и лицензированная школа для специалистов в сфере недвижимости. За 2023 год оборот Высоцкий Эстейт достиг 7 миллиардов рублей. Мы сохраняем заданный профессиональный стандарт 20 лет. Открой с нами успешный бизнес в недвижимости. Если я вам сейчас покажу простейший кошелек простейшего гражданина, который решил отказаться от долларов и стал путешествовать 2-3 страны в год, но использовать национальные валюты. Что же произойдет? А произойдет следующее. Что, допустим, вы поехали в Китай, и у вас от поездок остались юань. Потом вы поехали отдохнуть в Турцию, и у вас от поездок осталась лира. Потом вы попутешествовали где-нибудь в Индии, и у вас от поездки остались что? Рупии. Теперь вы смотрите на остатки. Здесь поездки что-то порассчитывались в Китае, остались какие-то наличные. Здесь у вас осталась турецкая лира, а самое главное, попробуйте открыть карту во всех этих валютах и завести карту для расчета в национальных валютах. Вам виза и мастер-карт до сих пор предложат либо евро, либо долларовую карту. Но нет у визы таких эквивалентов, поэтому юань, лиры и рупии вам предложат, что делать? Рассчитываться долларовой картой, которая будет работать еще на чем? На арбитраже обмена валют, и на этом тоже и виза, и участники расчетной цепочки будут зарабатывать. Смотрите, что я вам сейчас нарисовал. Я вам нарисовал остатки у любой компании, допустим, в газовом секторе, или в нефтеперерабатывающем секторе, или в любом экспортном секторе Российской Федерации, которая сегодня работает с Китаем, Турцией и Индией. Поставьте себя на место финансистов и бухгалтеров этой компании. Они пытаются квартальную отчетность финансовую свести теперь в кучку. У них есть расчеты в юанях, в лирах и в рупии. Они такие, ё-парасете, ё-коламэне, жили же раньше нормально, ведь все же нормально было. В долларах же со всеми работали и быстренько переводили. То есть, смотрите, важный нюанс. Все финансовые системы теперь придется допиливать, программировать и перестраивать, для того, чтобы вот эту мультивалютную корзину всем учитывать. Второе. У меня осталось на балансе какое-то количество юаней, лир, рупий. Я получил это как выручку. А что я с этим буду делать-то теперь? А мне нужно закупиться в четвертой стране мира. И здесь мне в какой-то причине понадобился, например, самолет частный из Бразилии. И мне предлагают теперь еще это все перевести в реал. Я говорю, да идите вы нахрен со своим реалом, если мне надо взять вот это, вот это и вот это, и как-то вот в это перевести. И поэтому, как системная единица, доллар вошел в нашу жизнь, и было все прекрасно. И теперь финансисты всех стран мира говорят, а как же нам на международном языке, на чем нам использовать международную оценку разных компаний? Вы же инвесторы, вы же вкладываетесь в китайскую экономику, в индийскую экономику, в бразильские компании. Как нам их оценку-то на международные стандарты приводить? И поэтому, ребят, к сожалению, а может быть и к счастью для многих, а для некоторых, к сожалению, доллар стал системной единицей измерения. И вот представьте себе сейчас отказаться всему миру, мы предлагаем от сантиметра. То есть мы предлагаем, мы говорим, ребята, больше мы не измеряем в сантиметрах, давайте в локтях обратно измерять. Ну, в локтях будем измерять все. Сколько там локтей до тебя? А сколько там еще? Сколько локтей твоя квартира? Сколько квадратных локтей или аршин твоя квартира? А англичане такие, нет, в ярдах мы будем измерять. В ярдах, пришлите мне, пожалуйста, и пересчитайте все в ярду. И вы такие, фу, ёпт твою мать! Были же все нормально, блядь, были же сантиметры. Куда делись сантиметры? Вот ровно то же самое сейчас происходит где? В мире экономики. Вот я вам сейчас на пальцах объясняю, что происходит в мире экономики. То есть представьте себе, что всем инженерам мира теперь надо все пересчитывать в национальных локтях, ярдах, футах, еще в каких-то, в арабских единицах измерениях. Хотя арабские единицы измерения это и есть, в общем-то, по большому счету математика, которая к нам пришла. То есть весь мир сейчас пытается такое сидеть и такое говорить. И это, конечно, хорошо, что политика как высшая форма изъявления экономики и интересов переключения стран на новую валюту, она, конечно, здорово пошла. И политики молодцы, что они договорились. Ну, нам-то, нам-то, простым финансистам, как вот это все вот сводить-то, все это вот балансы считать? Здесь нам нужны реалы, туда рупии, здесь лиры и так далее. И тут руки потирают банкиры. Они говорят, классные вы ребята. А арбитраж-то какой между вашими валютами? Это о том, о чем говорил Михаил Хазин, которого многие считают грядкин сумасшедшим. А Хазин это написал еще 20 лет назад в книге. И он сказал, ребят, исчезновение доллара, оно собой по себе, конечно, большой-большой будет процесс, длительный, растянется он лет на 10, на 15. А самое главное, что он приведет к тому, что банкиры на этом заработают. То есть, на всех вот этих вот транзакциях обменных, вот еще вот так представим, вот так, банкирам очень удобно сейчас жить. Почему? Потому что менялы на всем этом устраивают дикий арбитраж. Дикий арбитраж. И я, когда сегодня завожу кривым, косым способом карту какого-нибудь киргизского банка, потом туда из рублей перевожу на карту в доллары, мне киргизский банк и меняет эти доллары по варварскому курсу. А потом, когда я иду к этой киргизской картой, рассчитываюсь где-нибудь в Анталии за какие-нибудь продукты или за какие-нибудь вещи покупки, он мне снова их пересчитывает в лиры и снова банкир зарабатывает. Прекрасная жизнь для банкиров. Поэтому, на самом деле, ситуация заключается в том, что кто-то и вот за этой операцией, вот втягиванием вот сюда, очень хорошо зарабатывает. Сечете? То есть, отказ от самого единицы доллара как измерения приведет к тому, что некоторое время, лет 10, открывается окно возможностей для менял. Миниалы, соответственно, разных масштабов, на этом сегодня будут дико зарабатывать. Кому-то же нужно будет слить какие-нибудь застрявшие у тебя юани. Он вам предложит какой-нибудь курс. А потом он предложит вам повышенный курс на ту валюту, которая сейчас вам нужна. И он будет на этом замечательно зарабатывать. Теперь возникает вопрос. А нам-то как, обычным людям, жить? А обычные люди сегодня такие тоже такие. Вот это, что надо в юане. В юане надо, в юане деньги хранить. В юане надо побежать в юане обязательно. Сейчас же модно в юане. И количество операций в юане за последний год торговли на бирже российской возросло. Но если мы посмотрим внимательно, внимательно, то в старом классическом долларе и в юане доходность примерно одинаковая. То есть, одинаково рубль конвертировался в юань и доллар. Почему? Потому что все очень сильно привязано. Китайцы не идиоты. Они держат еще и слабый юань, чтобы экономика их хорошо росла. Но когда русские слышат, что у нас рубль слабый, он считает, что это плохо для экономики. Плохо. Нужен крепкий рубль. Ни хера никто не покупал на международном уровне наши товары. Зачем? Мы видели укрепление рубля, соответственно, летом 2022 года. И всем от этого, как оказалось, в России, внутри россиянам было хорошо. Только вы не забывайте, что рубль, когда он крепкий, мы неконкурентоспособные товары на международной арене. Поэтому, еще раз, ситуация заключается в том, что от доллара, как единицы измерения, мир еще будет отказываться неизвестно сколько. Ее настолько внедрили в наше сознание, друзья мои, что это очень сложно сделать. И мне лично тоже сложно соскочить. Поэтому говорить о том, что доллар исчезнет, это все равно, что говорить о том, что исчезнет такое понятие измерения, как сантиметр. Поэтому говорить о том, что доллар исчезнет, это абсурд. Абсурд. Вопрос в другом. А способны ли мы отказаться в ближайшее время от доллара и что с ним будет в 2024 году? То есть, тоже насущный вопрос. А здесь вопрос веры. Ситуация заключается в том, что золото, например, то же самое, как способ хранения, оно имеет привязку к доллару. То есть, все расчеты до сих пор стоимости золота ведется в долларах. Но идет ли наш гражданин покупать золотые монеты? Да нет. Как был суперликвидный товар на рынке российском, доллар, так и остается. И никуда вы от этого не денетесь. И наши граждане при самой плохой ситуации всегда бегут покупать. Что, в первую очередь, доллары. Потом такие подумают, почешут репу, такие говорят, на доллары надо купить. Что? Недвижимость. Все. Две операции. Доллары, недвижимость. Доллары, недвижимость. У китайцев, например, другая ситуация. Не веря в юан, они не скупают золото и недвижимость. Золото и недвижимость. Доллар, как система хранения денег, до сих пор пользуется высоким уровнем доверия у россиян. И часть слов президента направлены как раз на то, чтобы попробовать для внутренней аудитории донести одну очень важную вещь. Ребята, а давайте-ка попробуем отказаться от доллара как от способа сбережения денежных средств. Потому что, представляете, сколько у вас, у каждого долларов лежит сейчас наличными где-то под подушкой, где-то спрятано, на дальней полочке, на какую-нибудь поездочку и так далее. И это большое количество долларов, гуляющих по стране, для экономики Российской Федерации такая небольшая проблема. Неучтенные активы. Это налик, который очень сложно посчитать. Где же его россияне когда-то по карманам натырили и напрятали. Поэтому ситуация заключается в том, что президент еще говорит о такой важной вещи. Товарищи россияне, а давайте попробуем отказаться от привычки хранить сбережения в долларах. Но тут ситуация проблемная. Почему? Потому что, чтобы отказаться от таких инструментов, нужно предложить взамену какой-то другой инструмент. И проталкивать его, и толкать его на такой же уровень доверия. Делали попытки с золотом, не получилось. А с недвижимостью, ну вы сами видите, какая ситуация сейчас. И все люди, которые вкладывали последние полтора года, задаются вопросом, а что я с ней буду делать при таких раскладах. И самое главное, что когда они посмотрят на цены недвижимости в доллары, вот график, то видно, что на самом деле лучше бы они держали все это в долларах. Поэтому, чтобы доллар исчез, вот исчезнет ли доллар, задайте себе другой вопрос. А где, а где замена в виде надежного способа хранения? Надежного инструмента. И вот это очень важный вопрос. Потому что, когда вы со своей корзинкой сидите, потребительской, и думаете, как вам на что-то отложить, и в чем вам сберегать, и в чем вам хранить накопление, то, долго перебирая какие-то инструменты, вы смотрите и говорите, ОФСЗ. Это что такое ОФСЗ-то? Облигация федерального займа. О, блядь, тут номеров-то сколько, ёпт твою мать. Ой, тут еще облигация Сбербанка, еще чего-то. И вы себе задаете вопросы. Ой, закрой, это чур меня, эту биржу. Какие-то способы и так далее. Вокруг вас каждый день какой-нибудь фрик типа меня или еще кого-то начинает вам рассказывать всякие хитрые схемы. Заходите к одной шляпе на канал, она там вещает, соответственно, про то, как вот нефтефьючерсы, еще что-то. Вот такие, говорите, мне нужен надежный инструмент. И еще очень важный момент, слово простой. И вот это самое важное. И это то, что американский маркетинг сделал лучше всего. Он говорит, так, смотри, это очень простой и тупой инструмент расчетов. Вот видите, еще раз смотрим. У нас 200 миллиардов долларов. Мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Си Цзиньпинем, что в прошлом году мы, в этом году, даже должны были достичь 200 миллиардов долларов оборота торгового с Китаем. И мы превысили эту планку. По нашим данным, это уже 230 миллиардов. По китайской статистике 240 миллиардов долларов, если в долларах все считать. Президенту пришлось использовать простой инструмент расчетов в виде долларов. И он вам сказал, вот вам простой инструмент. И, ребята, вот что бы я не говорил вам, кто бы еще не говорил что-то на других каналах, это все сложно. Это для вас очень заморочно. Это у вас все вот как-то очень тяжело. А тут вы понимаете, мне тачка нужна к концу года. Мне нужна тачка к концу года. А 80% тачек пригоняются из Китая, ну, сука, за доллары, бля. И тогда я буду хранить доллары. Потому что это очень просто. Потому что просто считать к юане, бля, сейчас мне, сейчас, когда мне предлагают в юане что-то вот из китайского авторынка, вот этого говностроя вот этого китайского, который сейчас накупают в стране, я всегда говорю, бля, как мне это посчитать? Мне все время приходится Яндекс, там, курс, вот это вот все пересчитывать. Сидеть такой, потом опять в рублях сидеть, смотреть. Эта тачка, а что сейчас вообще с машинами происходит? И здесь мне такой, говорят, простой инструмент. Простой, чтобы тебе сравнить это все с европейцами. За сколько ты сейчас пригонишь европейца? Тебе вот есть простой инструмент. Возьми доллар, 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 доллар. Поэтому, друзья мои, ничего не будет в ближайшее время с долларом. Никуда он не исчезнет. Он вошел в нашу жизнь еще надолго. И процесс избавления от системной единицы – это процесс избавления в сознании поколений. А теперь давайте разберемся с поколением. Вот смотрите, поколение иксов, так называемых, тех, кто родился до 80-го года рождения, а они вообще не будут разбираться в наборе инструментов типа блокчейна и все остальное. Мне не очень хочется. Поэтому они до сих пор. Недвига, доллар, недвига, доллар. За ними идет поколение прогрессивных игреков. Соответственно, это поколение, которое действительно разбирается сейчас в блокчейне, инвестирует на какие-нибудь биржи, еще чего-то. А вот дальше идет зумеры. Z-поколение – это те, кто, в общем-то, наши дети. Вот они сейчас создают себе набор каких-то новых ценностей. И вот на пробеге лет 15, если никто не вмешается в их ценности, возможно, возможно, какие-то цифровые эквиваленты типа эфирин, эфириума, биткоина или еще чего-либо появившегося, может начать в международных расчетах выдвигать отсюда доллар, как единицу расчетов и измерений. Но должно пройти лет 10-15. Поэтому, когда вам кто-то оголтел и на каком-нибудь канале вещает, что завтра исчезнут все доллары, плюньте ему в лицо. На этом у меня все.